МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это 5 минут о географии. Каспий, море или озеро? Остров Фазанов, один на две страны по очереди. Индийский брат казахской дамбры. Казахстан является крупнейшим государством, который не имеет выхода к морю. Но каждый школьник знает, что на Западе территорию нашего государства омывает Каспийское море. В чем же тут загвоздка? Каспийское море интересно тем, что уровень водной поверхности в нем находится ниже уровня Мирового океана и периодически меняется. 130 лет назад он был на 25 метров ниже, 35 лет назад на 29 метров, а в последнее время он находится на отметке минус 28 метров. Ученые делят Каспий на три части. Северный, средний и южный. Северный ближе к вам, а я на юге. Каждая часть отличается от двух других под трем параметром. Глубина, соленость воды и ее температура. Зимой, когда на севере море, температура около нуля, на юге она достигает 11 градусов по Цельсию. Соленость также растет с севера на юг. На севере, где в море впадают крупные реки, Волга и Урал, она составляет одну десятую промилле. Изобразим этот показатель чайной ложкой соли. В среднем Каспии соленость достигает 11 промилле. И, наконец, в южном Каспии соленость воды достигает 13 промилле. И теперь о глубине. Она тоже растет с севера на юг. Максимальное расстояние до дна в северной части 25 метров. В нашем макете это 1 сантиметр. В среднем Каспии в Дербенской впадине 788 метров. В макете в масштабе 31 сантиметр. И, наконец, на юге максимальная глубина Каспийского моря составляет 1025 метров. По площади Каспий больше Германии и чуть-чуть меньше Японии. В исторических летописях зафиксировано более 70 названий этого водоема, расположенного на границе Европы и Азии. Каспийским, по одной из версий, его стали называть в честь племени кочевников Каспиев, которые 3000 лет назад жили на территории современного Ирана. Дно водоема – это ответ на вопрос, почему Каспий называют морем. Ведь, строго говоря, морями имеют право называться части мирового океана, которые граничат и с сушей, и с океаном. А водоемы, которые находятся внутри суши – это озера. И поэтому Каспийское море – это крупнейшее озеро на Земле. Но не только из-за размера Каспий называют морем. Дело в том, что земная кора на дне водоема по своей структуре очень похожа на кору океанического типа – ту, что лежит на дне океанов. Она тоньше и в основном состоит из базальта. Вот и выходит, что с одной стороны называть Каспий морем правильно, но с другой – это не означает, что у Казахстана есть выход к морю, потому что в этом случае речь идет о морях, которые граничат с океанами. Остров, которым по очереди владеют то Франция, то Испания. Находится он, как можно предположить, на границе этих государств, а именно на реке Бидасоа. Двойную принадлежность остров Фазанов получил после того, как аж в 17 веке, после длительной войны, Испания и Франция именно здесь подписали мирный договор. С тех пор на нем никто не живет, да и туристов на него не пускают, а раз в полгода происходит формальная смена администрации. Шесть месяцев островом заведует муниципалитет испанского города Ирун, другие шесть месяцев – власти французского города Андай. Изначально этот инструмент был трехструнным. Собственно, и его название «ситар» – это отголосок таджикского слова «сетар». «Се» означает «три». Но на новой родине, в Индии, инструмент обогатился не только струнами, но и новым звучанием. Это «ситар» – национальный инструмент Индии. Она является одним из древнейших инструментов всего мира. Само название «ситар» очень такое многоликовое. Слово «гитара», у казахов есть слово «тарту», «тарт». Оно произошло от именно слова «тар». «Ситар» значит «играть», «оттянуть». В общей сложности у «ситара» 18 струн. Из них 8 играющих, на которых люди играют мелодии, и 10 резонирующих. Один из известнейших музыкантов, который играл на этом инструменте, его зовут Рави Шанкар. Он известен во всем мире человеком, который прославил, популяризировал, пропагандировал ситар на весь мир. Я играю национальную музыку народную на ситаре и, можно сказать, медитирую под казахские мелодии в индийской интерпретации. Это была программа «Пять минут о географии» с любовью к земле и людям. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова